С чего начинается день сотрудника ДПС? Какие гаджеты помогают инспекторам? Как изменилась служба за несколько десятилетий? На эти и другие вопросы школьникам ответили сотрудники столичной госавтоинспекции. Виталий Абрамов расскажет подробнее. На суд ребят была представлена небольшая выставка основных спецсредств, которыми пользуются сотрудники ГИБДД, начиная от алкотестера и заканчивая обмундированием и, конечно же, оружием. Школьникам объяснили, что и как работает и при каких ситуациях используется. Самым смелым удалось разобрать и собрать автомат Калашникова. Далее дети побывали в святая святых батальона, а именно в дежурной части, и узнали, как налажена работа сотрудников. И прямо во время экскурсии пришел очередной вызов. Детям было очень интересно достаточно, потому что здесь самое главное – это прием всех сообщений в городе Якутске. То есть они стали свидетелем приема информации о наезде на пешехода. То есть где-то произошло, дежурная смена приняла информацию в полном объеме, и сейчас происходит выезд на место происшествия. Параллельно с этим сегодня подвели итоги выставки детских поделок на тему дорожная безопасность. Со слов инспекторов, с каждым годом участников становится все больше. Поделки все очень хорошие. Было очень трудно выявить там первое, второе, третье место. Поэтому мы решили первое место одно сделать, второе место два вторых места, и третье место три третьих места. И всем детям, да, и всем детям, которые участвовали в сертификатах. Экскурсия оставила у школьников неизголодимые впечатления. Парням в основном понравились спецсредства. Вооружение, да, снаряжение, гаишников, приборов для измерения, например, алкоголя, и еще тонировки. Как говорят инспекторы, такие мероприятия знакомят школьников с их службой более ближе и надеются, что таким образом воспитывают следующее поколение сотрудников ГИБДД. Виталий Абрамов, Джулстанин Акентьев, Анвагасаха, Якутск.